и не идет же эта красота с головы просто прелесть прелестная приветствую вас дорогие любители творчества добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта комфорта хорошего настроения с вами елена сетникова в сегодняшнем видео поговорю о своих новых идеях порассуждаем на некоторые темы и свяжем вот такой красивый узор это немножко анонса то что будет в этом видео а вначале хочу показать вам несколько моделей которые я нашла в интернет-магазине new chic кто давно со мной на канале те знают что у меня сотрудничество с этим магазином но я не только покупаю там вещи вернее не покупаю а заказываю вещи которые мне присылают для обзора еще я там много еще вдохновения для своих вязаных вещей то есть тех вещей которые я создаю своими руками вот такой джемпер я они уже говорила в прошлом видео я нашла в этом интернет-магазине new chic но меня смущает вот если присмотреться вот здесь вот очень похож узор на английскую резинку я знаю что английская резинка красивая но она скажем так не стабильная и я как-то боязно отношусь к этому варианту потому что здесь идут жгуты косы английская резинка как бы это все стабилизировать и вчера я много думала искала чем же каким узором заменить эту английскую резинку чтобы было более стабильное полотно может быть вы мне тоже подскажите по этому поводу те кто меня в одноклассниках или на фейсбуке в друзьях или в контакте я буду очень вам благодарна если вы набросаете мне несколько идей вот именно красивых ажурных резинок французскую резинку я знаю английскую резинку я знаю полупатентную резинку один на один два на два это я знаю но если у вас есть где-то в закромах где-то вы себе отложили красивый вариант резинки очень буду благодарна если вы мне пришлете и возможно я потом покажу это на своем канале для всех думаю что такая идея придется всем по душе а возможно кто-то из вас тоже сейчас занимается и ищет что-то такое красивенькое так вот я нашла один вариант резинки это вернее не резинка ну там можно назвать резинкой но она такая я хочу сказать стабильная достаточно плотное полотно плотная но мягкая и возможно как раз вот то о чем я говорю вот в эту зону я свяжу вот такой вариант этой резинки я думаю что посмотрите как выглядит она кстати с изнанки тоже очень красиво смотрится и вяжется достаточно просто и легко я покажу вам по петель на как это связать от и до ну а вначале давайте рассмотрим эту модель посмотрите вот так вот джемпер выглядит со спины здесь спина полностью связана английской резинкой возможно на спине и это будет так скажем ничего потому что вся спина связана одним узором а может быть даже можно и заменить вот этим узором в общем это мысли вслух надеюсь что вы поможете мне определиться и давайте рассмотрим этот джемпер здесь смотрите здесь узор косы здесь небольшой элемент аранов в принципе можно его исключить и просто продолжить укосы но это совсем начинающим если сложно вот с этим элементом дальше все просто спинка связана как я уже сказала английской резинкой здесь идет видите элемента симметрии идут косы по одной стороне плеча значит платочная вязка округлый вырез горловины его можно сделать больше можно меньше ну и очень модно и в этом сезоне бахрома и разные жгуты то есть вот жгут четыре на четыре жгуты два на два один из них потом переходит в жгутики один на один и между ними элемент английской резинки в общем все достаточно просто есть где развернуться есть о чем подумать и ну и как и сама идея напишите мне в комментариях как вам такой джемпер ну а сейчас еще покажу несколько вариантов которые я нашла в том же интернет-магазине вот такой вот джемпер укороченный очень красивое сочетание и вот вот это я просто влюбилась тоже в эту модель посмотрите какая прелесть но вяжется очень просто и легко опять все тоже пресловутая английская резинка и лицевая гладь и посмотрите как красиво это выглядит вся фишка этой модели это конечно же сочетание цветов и простота простота и в ней красота как говорится красота в простоте вот вот еще одна модель может быть вам тоже как идея вот этот леопардовый принт никак он не выходит из моды я не помню какой год был просто все и деле изделия были леопардовый принт или принт животных не обязательно леопардовый зебра была и те же гусиные лапки у ум хотя в этом сезоне гусиные лапки опять в моде но здесь вот только небольшой участок элемент вот этого леопардового принта конечно же здесь нужно будет потрудиться потому что это жаккард но в принципе классный это наверное весь сложный элемент в этом джемпере есть разные цвета вот так вот выглядит он со спины класс причем мне кажется можно связать даже крючком обычные столбики с одним или с двумя накидами и второй ряд столбики без накидов для стабилизации полотна очень классно вот в другом цвете один и тот же джемпер посмотрите это как будто две разные модели вот что значит цвет очень нежно и красиво а вот неожиданное сочетание сиреневый серый и опять же леопардовый принт вот в таком смелом сочетании я даже ну я не могла представить поэтому вот бродя по интернет магазинам и в том же ньюшик я еще и смотрю на сочетание цветов порой даже очень неожиданное сочетание но вот как этот джемпер и какая изюминка какая красота платочная вязка лицевая гладь и вот этот жаккардовая жаккардовая вставка с черной окантовкой ну просто прелесть вот эта модель мне очень нравится модель запахом класс вот тоже неожиданное сочетание рыжий серо-сиреневый и и крю тот же самый джемпер но только в других сочетаниях цвета сейчас еще покажу вам одну модельку сейчас я не нужно ее найти которые потом дикой которые потом декорируются либо лента либо жгутом и получается вот такая красивая модель посмотрите какая прелесть и это все в интернет-магазине ньюшик где я не только заказываю себе вещи но и ищу вдохновение вот пожалуйста вам лакшери видите распущу спущенные петли вот здесь вот плохо видно но они вот здесь и опять же вот такой красивый градиент просто прелесть вот вам своего рода чайка в общем есть где развернуться так что надеюсь вам понравились эти идеи ну а сейчас давайте свяжем вот этот красивый узор на основе резинки вот с такими прожилками и так начинаем значит вам нужно набрать количество петель которая делится на 6 это раппорт узора плюс 3 петли это петли для симметрии и плюс ваши две кромочные то есть значит допустим 3 раппорта 6 3 18 плюс 3 21 и плюс 2 23 петли думаю что это понятно я даже не знаю сколько я здесь петель набрала но алгоритм вот такой количество петель делится на 3 плюс 3 для симметрии если мы вяжем обратно поворотными рядами если будете вязать по кругу то конечно вот это исключается как и кромочные тогда петли должны делиться на 6 итак поехали напомню что я вижу из пряжи казал бэби волк мне очень нравится это пряжа кстати спонсором этой пряжи был замечательный магазин yarn 21 зайдите туда посмотрите я уже не помню сколько это пряжа стоит но здесь очень хороший состав во-первых метраж 175 метров в 50 граммах ну а состав вообще 40 процентов акрил 20 кашемир по и 40 процентов мерино слона мирина вот такая пряжи и это достаточно тоненькая пряжа но этот узор совсем не делает эту пряжу тонкой вот именно хорошо подобрав узор можно связать достаточно такое объемное изделие и не скажешь что это пряжа такая тоненькая вязать я буду спицами три с половиной и так приступаем первый ряд узора и так первый ряд я делаю кромочную снимаю с накидом если вы хотите вот такой ровный край с обеих сторон можете попробовать этот метод но это совсем не обязательно снимайте так как вы снимаете вашу кромочную и так я снимаю кромочную с накидом не обращаем внимание на связанное полотно мы начинаем вязать 1 кромочную сняли 1 изнаночная 1 лицевая 1 изнаночная это раппорт узора и мы это будем повторять до конца ряда 1 изнаночная изнаночная лицевая изнаночная раппорт узора опять изнаночная лицевая изнаночная то есть у нас сейчас получается что между изнанной двумя изнаночными идет одна лицевая 2 изнаночная 1 лицевая но помните что узор начинался с одной изнаночной а дальше шла лицевая так вяжем до конца ряда 2 изнаночных на лицевая 2 изнаночных 1 лицевая 2 изнаночных 1 лицевая и вот она наша изнаночная мы с изнаночной начинали и заканчиваем это моя кромочная вы можете связать изнаночной можете связать лицевой у меня лицевая с накидом это моя кромочная это был первый ряд узора второй ряд узора мы вяжем так как смотрят петли кромочную я снимаю лицевая лицевая нет лицевая изнаночная прошу прощения а теперь у нас будет идти 2 лицевых и 1 изнаночная это изнаночный ряд вяжем по рисунку так идем до конца ряда то есть как смотрят петли первый ряд у нас шоу там практически 2 изнаночных 1 лицевая соответственно с изнанки у нас наоборот и лицевых 1 изнаночная и вот она наша изнаночная с нее мы начинали лицевая и вот она кромочная все мы провязали два ряда узора третий ряд узора третий ряд узора кромочную с накидом я снимаю дальше перебрасываю рабочую нить перед работой и снимаю не провязанными 3 петли их можно снять сразу но мне в камеру неудобно когда я сижу удобно я просто захожу спицы сразу в 3 петли и снимаю очень быстро вот так дальше провязываем 3 петли одна из них изнаночная лицевая изнаночная и все повторяем нить перед работой перебросили вошли сразу вот так вот в 3 петли и сняли их вот так опять у нас повторяется изнаночная лицевая изнаночная и опять делаем то же самое перебросили нить перед работой вошли в 3 петли и сняли их не провязанными на правую спицу так идем до конца ряда последние три петли в этом ряду снимаю нить перед работой и вот она моя кромочная с накидом я ее провязываю лицевой вот так это был третий ряд узора переворачиваем вязание изнаночный четвертый ряд кромочную с накидом я снимаю дальше нить у нас за работой снимаю вот эти три петли не провязанными нить за работой и здесь провязываю теперь лицевая изнаночная лицевая опять сразу вхожу в три петли нить у нас за работой снимаю не провязанными на правую спицу и провязываю три петли лицевая изнаночная лицевая и все опять проделываем все тоже самое сняли не провязанными провязали так идем до конца четвертого ряда довязали четвертый ряд до конца кромочная лицевая с накидом переворачиваем вязание это у нас получается пятый ряд пятый и шестой ряд мы вяжем по рисунку у нас вот здесь получились уже два ряда наших прожилок теперь мы должны два ряда провязать по рисунку то есть как смотрят петли кромочную с накидом смотрят они и у нас изнаночная лицевая изнаночная изнаночная лицевая изнаночная изнаночная лицевая изнаночная так идем до конца пятого ряда и так мы провязали пятый ряд переворачиваем вязание шестой ряд мы тоже вяжем петли по рисунку кромочную снимаем и смотрим что у нас там лицевая изнаночная лицевая и так и идем лицевая изнаночная лицевая лицевая изнаночная лицевая так идем до конца шестого ряда то есть теперь у нас получается 2 лицевых 1 изнаночная 2 лицевых 1 изнаночная и здесь в конце ряда получается изнаночная лицевая и моя кромочная с накидом лицевой все седьмой ряд узора седьмой ряд узора мы будем вязать в шахматном порядке вот они наши прожил очки идут теперь мы будем их смещать чтобы эти прожилки у нас шли как вы видите в шахматном порядке если в начале у нас сразу шли прожилки а потом провязанные петли то сейчас мы провяжем петли и сделаем нашу вот эту протяжку прожилку то есть что мы делаем снимаем кромочную с накидом 3 петли у нас получается провязанные то есть изнаночная лицевая изнаночная и это лицевой ряд мы оставляем нашу рабочую нить перед работой и и снимаем вот эти вот три следующие петли не провязаны повторюсь можно снять сразу если вы сидите удобно дальше опять по узору изнаночная лицевая изнаночная нить перед работой входим сразу в три петли и снимаем их на правую спицу не провязаны дальше опять идет изнаночная лицевая изнаночная и то же самое снимаем 3 петли и провязываем изнаночная лицевая изнаночная нить перед работой 3 петли снимаем и осталось провязать изнаночная лицевая изнаночная и вот она моя кромочная с накидом лицевой все 7 ряд узора провязан в восьмом ряду он изнаночный мы провязываем петли по рисунку но над нашими прожилками мы делаем мы эти же петли опять снимаем и делаем эти очередную нашу протяжку то есть снимаем смотрим где там наш протяжка она провязать то есть здесь как бы ничего сложного нет посмотрели и сообразили протяжки в шахматном порядке только теперь чтобы у нас протяжка была с лицевой стороны естественном и ниточку оставляем за работой и снимаем три вот эти наши петли не провязаны вот она готова наша это протяжка лицевая из изнаночная лицевая опять снимаем наши вот эти петельки и опять лицевая изнаночная лицевая опять сняли узор очень простой но очень эффектный и на мой взгляд он еще и стабильный то есть вроде бы ты резинка но во первых интересная резинка достаточно объемная я же повторюсь вот ниточка достаточно тонкая но по узору не скажешь что тонкая не так что я обычно когда тонкая пряжа хочется что-то такого объемного какие-то под мод и делаешь там какую-то ниточку добавляешь а вот в этом случае не надо ничего добавлять мы просто находим узор которые даже при тонкой пряжи выглядят достаточно объемными и красивыми ну посмотрите какая прелесть и итак теперь все повторяется вот мы сделали наши две прожилки так а тут что я забыла снять что ли видите за разговором прожилку не там сейчас переделаю немножко девочки вот вам ошибку показываю видите не там оставила эту протяжку конечно же она должна идти с другой стороны вот он заодно и покажу как исправить то есть вы когда провяжите по проверяйте ваши чтобы с лица было по две прожилки мы зрительно посмотрите и проверьте себя потому что вот так вот иногда отвлеклись и неправильно сделали конечно же с этой стороны прожилка здесь мы провязываем лицевая изнаночная лицевая и наша кромочная все вот они наши по 2 прожил очки видите вот они 2 вот они 2 здесь 2 и здесь 2 значит мы все сделали правильно теперь мы провязываем два ряда то есть лицевой изнаночный по рисунку а в следующем ряду мы будем прожилку делать в шахматном порядке смотрим что она у нас была с 6 петли теперь она у нас будет с первой петли то есть мы в первом лицевом ряду сначала сделаем прожилку а потом про это провяжем 3 петли по узору и получается вот такая прелесть прелестная мне очень нравится этот узор он также будет смотреться красиво и из толстой пряжи только единственный мой вам совет нужно правильно подобрать спицы это хоть и резинка но здесь не нужно спицы выбирать там на размер меньше а наоборот как бы не больше чтобы узор смотрелся не набитым не таким вот что вот так вот поставил будет стоять возьмите на размер даже побольше спицы и он у вас тогда будет эластичный красивый стабильный и будет очень хорошо держать форму ну вот мои хорошие я надеюсь вам понравился сегодняшний ролик я поделилась с вами своими идеями дальше буду искать другие виды резинок мне очень хочется ну как бы и на канал загрузить такого рода видео с мастер-классами резинок ну и вообще может быть вы мне подбросите свои идеи резинок буду очень благодарна так что пишите вконтакте на фейсбуке в одноклассниках ну и до скорых встреч всех обнимаю всех люблю с вами была елена ситникова пока пока